Сильно скажется, если всё-таки работы не будет такой у вас? Ну, конечно, конечно. Сейчас я зарабатываю, семью кормлю. Без лица, без указания имени таксист-уроженец Казахстана согласился пообщаться с журналистами о новом запрете для мигрантов. Сейчас он делает документы, чтобы продолжить работать в Красноярске. В августе губернатор Красноярского края подписал указ, который запрещает приезжим в том числе таксовать. Мужчина работает в Красноярске почти два года. Здесь у него жена и двухлетний ребёнок. Сейчас семья ждёт ещё одного малыша. Водитель, признаётся, зарабатывает немного, но на жизнь хватает. К запрету относится с пониманием, хотя это добавило проблем. Нужно делать регистрацию и желательно в кратчайшие сроки, говорит мужчина. Мы стараемся что-то документы сделать. Нам же время дали. На год мы успеем делать. А если всё-таки не получится так случиться, что всё-таки вам придётся эту работу оставить, что будете делать? Ну, не знаю, чего-нибудь ещё подумаем, посмотрим, где на работу устроимся. Новое постановление сократило штат таксистов, говорят владельцы таксопарков. В связи с указом, например, сервис Яндекс.Такси стал ограничивать работу водителей. Накладывать блокировку в течение 30-40 минут. Тем самым таксист может лишь покрыть расход за смену, а значит, ничего не заработать. Кроме того, иностранным гражданам перестали давать машины в аренду. Это бьёт по доходам, говорят владельцы таксопарков. В Яндекс.Такси ранее работало достаточно много. И вот в силу закона такси водитель обязан делаться самозанятым водителем для того, чтобы платить налог. А тот, кто не является гражданином Российской Федерации, быть самозанятым не может. Ударяет по таксопаркам. То есть прибыль может снизиться процентов на 25. При этом запрет распространяется не только на таксистов. Ограничения коснутся и тех, кто торгует алкоголем и табаком. Так же, как и с оформлением самозанятости, ИП может получить только гражданин России. Однако сейчас многие работают в торговле без этого. Тем не менее, приезжие говорят, этот бизнес контролируют усиленно. Например, программа «Егоиз». Поэтому запрет нужен только тем, кто игнорирует уже установленные нормы. Если легально по процедурам, которые как позволяют, если это любой человек может работать, я думаю, что разницы нет. Нарушения все равно бывают. Это же все. Не может человек, может быть, не соображает, может быть, не понимает, как правильно работать, вести бизнес. Такой запрет в Велине безосновательно, говорят в полиции. Согласно указу губернатора, именно в сферах такси, розничной торговли, алкогольной и табачной продукции больше всего нарушают миграционные законы и правила дорожного движения. Правоохранители уточняют, новый запрет касается исключительно иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность по патенту. Это разрешение на работу в России для иностранцев, которым не требуется въездная российская виза. Остальные приезжие могут продолжать работать. Это не касается иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании разрешения на временное проживание, вида на жительство, а также на иностранных граждан, являющихся гражданами стран, участников договора Евразийского экономического союза, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь. То есть на них данный запрет не распространяется. Они как осуществляли трудовую деятельность на территории нашего края, также продолжают осуществлять. Тем временем предприниматели говорят, новый указ в силу не вступил, но проблем бизнесменам уже добавил. Так, например, цены на такси растут, так как количество водителей постепенно сокращается. В таком случае, по словам предпринимателей, если есть нехватка кадров, увеличивается цена ресурса, а значит потребитель переплачивает. Главная проблема, по мнению общественника и предпринимателя Сергея Волкова, кроется в самой системе. Это взятки и, как следствие, отсутствие контроля за мигрантами. Надо бороться не со следствием, надо бороться с причиной. А причина, еще раз оговорил, буду говорить, кроется в миграционной коррупции. Вот там нужно искать ответственных, да, то есть им нужно запрещать работать как раз в сфере государственной власти, вот и тогда будет порядок. Сейчас в миграционных службах продолжают мониторинг деятельности приезжих. Правоохранители выявляют виды работ, где нужны аналогичные решения. А пока до 1 марта 2025 года все работодатели в сфере такси и розничной торговли, алкогольной и табачной продукцией обязаны уволить приезжих граждан без временной регистрации и вида на жительство. Иначе административной ответственности не избежать. Екатерина Черных, Полина Михальчук, Илья Сергеенко. Новости ТВК.